здравствуйте друзья я по-прежнему нахожусь в чете и сегодня у нас 31 марта 2019 года я снова в сосновом бару хотел бы показать что вот там у нас украинский бульвар я его показывал уже а это вот просто гаражи в чете обычно машины предпочитают ставить в гаражах потому что если бросить на улице то их их могут угнать или разбить стекло и что-нибудь там вытащить ценное вот ну наверное сейчас конечно тоже оставляют много машин на улице во дворах и сейчас я подхожу к школе это школа номер 42 средняя школа в которую ходили и мой брат юра и мой двоюродный брат павел и моя дочь валя до переезда в анапу она тоже ходила в эту школу ну и я все десять лет 72 по 1982 год учился в этой школе ну правда начинал я учебу в школе номер три потому что жили мы на улице курнатовского большом частном доме вот ну там я ходил буквально какие-то считанные месяцы может быть месяц там 23 я хорошо помню когда сюда меня привели в эту школу шел урок шел урок и дети на меня так внимательно все смотрели меня учительница представила и я помню хорошо что на доске были такие плакатики с буквой н там были нитки картинки ножницы то есть как раз изучали букву н вот я на букву н попал вот но это вот вход в школу с право пристройка это спортзал ну и вот собственно вход он против практически не изменился также он был всегда сделан вот я сейчас смотрю вот на этой лестнице на которой я сейчас здесь стою вот на ней постоянно фотографировались выпускники выпускники здесь фотографировались вот и вот здесь фотографировались а тут насколько я помню вот это вот куст черемухи вот он потом весной наверное ну интересно да сегодня 31 марта в анапе уже вовсю в общем-то весна пушует видеть еще вообще не травинки ничего когда появятся первые листочки травинки эта история об этом умалчивает вот вход как-то нету даже никакой таблички что это школа а нет есть вот есть написано комитет образования администрации города городского округа город считаю муниципальная бюджетное образовательное учреждение средняя общая образовательная школа номер 42 есть даже адрес раньше она еще носила звание героя помню сергея кладышева и и вот при когда я учился а до этого она была имени николая гостелло летчика героя советского союза потом эти имена куда-то убрали вот сейчас кстати в анапе и наверное по всей россии снова дают название имена вернее присваивают героев советского союза вот я слышал уже и покрышкина и самбурова вот и других там калинина конечно есть ну вот не знаю все дачи ты вот это вот дошло ну зато много как кормушек вот на видимо акция такая была и вот он полным полно скворечников кормушек там хлебушек есть и здесь тоже и там вот вот это спортивная площадка вот я смотрю она даже здесь новая а раньше здесь баскетбольная площадка была и мы на этих баскетбольных как сказать-то конструкциях да вот под счеты лазали там и на кольца здесь было всегда футбольное поле ну а сейчас вот она баскетбольная площадка новая смотрите вообще и даже с искусственным покрытием абсолютно новая но сегодня вот воскресенье никого здесь нет и вообще каникулы понятно ну вот в общем то здорово что такая площадка сейчас здесь есть еще раз на школу сколько здесь все таки прожито 10 лет до 10 лет с друзьями я ходил вот там дом где я живу украинский бульвар 5 вот и вот через вот эти вот мимо этих гаражей мимо вот это восьмой дом украинский а у да вот он и него него ходил я кстати в школу ходил так скажем раздетый это значит я не надевал никакой пальто не шубу только шапка в любой мороз вот так я закалялся а пример я взял с моего брата двоюродного павла он жил вот в той стороне на улице кирова 8 и тоже ну вот так вот как говорится фарсил и ходил раздетый там еще было вот где сейчас стоят ворота вот эти вот тут была хоккейная коробка и у нас здесь иногда проходили занятия по ну на льду в коньках вот ну я помню меня коньки были но что-то я не мог никак их освоить мне все это не нравилось эти коньки и я в общем я большим больше время пропускал вот здесь мне даже вот это место памятна хотя она такое неприглядное здесь почему-то была такая раньше плита установлена вот и лежало очень много пустых бутылок вот и эти бутылки мы разбивали об эту плиту и тут просто была гора битого стекла горлышки потом мы горлышки устанавливали на какие-то там камушки вот это у нас были мишени солдаты и тут всегда было полно я не знаю вот камней каких-то не знаю откуда гравий видимо какой-то был куча насыпана мелких таких камушков и мы этими камнями били старались попасть по этим горлышком вот ну на расстоянии там шагов 10 в общем ну показывали чудеса меткости ну вот для кого-то это просто какой-то вот что-то непонятное труба какая трубой трубы кстати тогда не было конечно вот но еще раз на школу на школу на площадку хорошая конечно площадка сделана вот и школа сама тоже хорошая вот несмотря на то что она снаружи может быть такая неприглядная хотя вот так вот на расстоянии вполне себе ничего школа вот она всегда славилась хорошими выпускниками и здесь было хорошее так скажем хорошее преподавание математики да и вообще любая другая школа она может гордиться своими учениками из ее стен вышли много очень уважаемых людей вот даже моя одноклассница Марина Шильникова которая сейчас носит фамилию Кириллова она министр финансов Забайкальского края я вот ее частенько смотрю по телевизору вот ну вот так по этой дороге я всегда ходил в магазин вот здесь вот этот магазин он сейчас называется Виктория а в стародавние времена советские он назывался просто стекляшка молочный мы его очень называли молочный стекляшка вот я вам показывал тогда что здесь вот магазинов то особо не было изобилия поэтому был у нас овощной там вот украинский бульвар 1 был хлебный украинский бульвар 13 и вот молочный был вот здесь вот Распавел Гаусс там вот виднеется у нас что вот это такая панорама там видите сопки на горизонте улица Бабушкина уходящая туда как через весь город я говорил что это такой своеобразный проспект пересекает практически весь город с востока на запад новостройки вот украинский бульвар 5 этажки ну собственно все здесь вот этот магазин который тут вот детский сад детский сад это улица Белорусская тут я гонял на велосипеде помню вот сверху разгонишься и вот летишь туда вниз у меня однажды помню отказали тормоза и я ничего лучшего не придумал как просто так скажем покинуть велосипед я с него спрыгнул вот велосипед в одну сторону укатился я как говорится кубарем в другую но все закончилось благополучно вот так вот такие были приключения вот ну вот он этот магазин стеклянный сейчас его зашили в этот ужасный сайдинг это ничего хуже нельзя придумать как заключать в магазин и вообще какие-то строения а еще бывают даже какие-то старинные здания в сайдинг это вообще просто уродство какое-то ну вот в этих домах дом Белорусская 11А здесь тоже жили мои друзья и там вот ниже Белорусская 9 тоже жил друг сейчас он живет в Ростове в Ростове предприниматель еще в субботное время пишет сценарии и по его сценарию сняли даже фильм который называется лайки ну такой фильм своеобразный вот там троллейбус выворачивает вот сейчас он пойдет вверх воробьи чирикают и вот здесь ну пройду я могу здесь пройти это так называемые бараки в них тоже что-то есть вот стоят же построили их когда-то стоят крылечки сколько они помнят дверь такая вся обшарпанная ее не красят и правильно делают потому что она именно в таком виде выглядит замечательно вот тут уже какая-то своя другая жизнь тут даже раньше какие-то огородики были сейчас смотрю ничего все вычищено людям даже не хочется огородики садить вот эти стайки так называемые вот мусор валит прямо сюда по море льют ну видимо потом уберут едет машина и уберет вот что здесь еще такого интересного ну там вот тоже вот сопка видна вот здесь вот пройду тоже это тоже вот чета там вон пожар был на втором этаже сгорело мохли лежит на козырьке подъезда здесь тоже кстати сегодня воскресенье и народу вот в городе нет ни народу ни машин и так знаете здорово я хотел тоже в городе начать снимать потом что-то не было такого настроения снимать думаю ладно не буду и так уже в городе я много снимал вот это белорусская все ну там вот настроить дом новый новостройка правда не видно крана видимо то ли сняли его то ли забросили стройку непонятно вот газгольдеры в Чите газ он такой привозной вот он не сетевой поэтому закачивают газ вот такие газгольдеры и потом из этих газгольдеров газ раздается по домам ну в этих домах вот в этих домах по моему газа нету вот я даже не знаю друзья газ есть или нету я сестру спрошу в этой в этих же домах живет мой двоюродный брат и даже не знаю потому что как-то а может тут центральное отопление нет не знаю правда не знаю потому что когда печное отопление ну как-то всегда какие-то должны быть полейницы дров и еще что деревянная чета старая люблю я тебя такую чету тоже мало кто меня может понять что он тут нашел а мне нравится если такая чета исчезнет это конечно тоже многое потеряется ну все вот я вышел тут школа 16 а это остановка троллейбуса очень удобно тут и троллейбусы ходят шестой третий маршрут и маршрутки двадцать седьмой на КСК двадцать восьмой ну на клиническую больницу и дальше вот еще пятьдесят восьмой тут проходит ну а это вот магазин торговый центр сосновый бор и птички чирикают весну то чувствуют весну то чувствуют но где 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 зелень то будет ли она когда то травиночка то хоть покажется ли ну на этом друзья я свой репортаж заканчиваю я думаю все равно вот я показываю Читу и мой ролик то называется Чита вам не Анапа да почему я так называю да потому что и Чита не Анапа и Чита не Москва и Москва не Чита и Анапа не Москва и каждый город хорош по своему в каждом городе своя история свои люди и каждый город надо любить и ценить всего вам доброго берегите свои семьи берегите себя здоровья вам и с воскресным днем всего доброго